Автомобилист спровоцировал аварию из трёх машин и избежал с места происшествия, бросив свою иномарку. По предварительной информации, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Toyota Corolla ехала с кольца Сахалинской на спортивную. По словам очевидцев, скорость универсала была намного выше допустимой нормы. К тому же, рулевой сильно петлял, и машина периодически выезжала на встречную полосу. В этот момент навстречу Короле двигали сразу две иномарки. Тёмный седан аналогичной марки шёл в крайнем левом ряду. Toyota Vitz вправо. Увидев, что прямо на него несётся универсал, водитель легковушки попытался освободить проезд и максимально прижался к ВИЦу. Однако избежать аварии мужчине так и не удалось. На полном ходу универсал врезался в седан, который в свою очередь по инерции откинул уже на малолитражку. Мы ехали со стороны клубной в сторону Сахалинской. Навстречу в лобовой летела Toyota Corolla. Дабы уйти от столкновения, муж прижался к ВИЦу. Движемся с нами в одну сторону. И получается, он нас протаранил в бочину. Мы отлетели на ВИЦа. Останавливаться сразу после аварии водитель универсала не стал. Напротив, он увеличил скорость, проехал ещё несколько сотен метров и лишь затем затормозил. Оставаться на месте происшествия молодой человек также не стал. Сразу после остановки он вышел из салона машины и вместе с пассажиром скрылся в неизвестном направлении. Они уехали дальше, вон они не так далеко остановились и покинули автомобиль и вскрылись в неизвестном направлении. То есть сразу убежали? Да. Водители, пассажиры были в неадекватном состоянии. А не видели, сколько было людей? Русские и русские? Двое. Двое. Не видела национальность зрения очень плохой. Но их было двое и они были вообще на ногах или стояли, скажем так. Между тем на место происшествия прибыли автоинспекторы. По компьютеру стражи порядка выяснили личность владельца универсала. Задержание водителя теперь всего лишь дело времени. Однако доказать, что мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии, вряд ли удастся.